ну вот и в чем прикол хотела какое-то видео снять и забыла про что ну ладно записывать надо как бы на самом деле моя главная тратка со всеми идеями для новых видео у меня осталось в другом городе и я поэтому спонтанно сейчас записываю видео в своем любимом стиле импровизации вот но поскольку у меня также остаются куча вопросов на которые я еще не ответила которые вы мне задавали вас кафе и если у вас также какие-то новые вопросы задавайте мой ас кафе окалена и я решила что я пожалуй по отвечаю на вопросы вот такие дела что уж начнем я обычно отвечаю кстати из самых свежих давайте-ка самых старых наверно по чаем потому что они столько сду там и я до сих пор не ответила ого давайте что для вас счастье это мне кажется отвечала на такой вопрос уже или нет или только думала в общем счастье для меня это полная возможность для полноценной самореализации это свобода выбора это делать то что мне нравится то что я люблю то есть счастье когда все мои близкие счастливы творить для меня счастье развиваться для меня счастье духовности есть человек которого любишь next question мы пропускаем такие вопросы потому что я на них не вижу смысла потому что личная жизнь на той личной жизни они я не говорю новый год время чудес какие чудеса вы ожидаете в новом году в новом году я ожидаю новых проектов ожидаю уехать посетить новые страны я планирую начать мой тур концертный и поехать сначала думал городам россии по возможности если какие-то будут фестивали у них поучаствовать и желательно европейские в том числе а дальше уже постепенно выбираться в тур по зарубежью ближайшему вот я пожалуй вот такие себе чудеса бы на новый год грядущий загадала бы конечно до него еще далековато но тем не менее почему бы нет планировать надо уже следующий год почему бы не начать что считаешь хорошей рекламой хорошей рекламой ну вот конкретный пример я не могу так сразу привести я думаю хорошая реклама это когда пришел купить конфет а тебе продали автомобиль будет реклама должна быть такая я думаю но конкретных примеров месяц там голову не приходит вот в районе этого далее еще один старый вопрос каких правил дорожного движения по этому не хватает полегче то не могли придумать это кто сотрудники и сотрудники и бдд интересуется вопрос в аскафе такой ну мне кажется что-то связанное с уважением на дороге но что именно так вот тоже сходу и не скажешь что бы я так вот думала то какое правило дорожного движения даже сравнить то толком ни с чем потому что я вообще не знаю как там в других местах я как-то не списывалась с собой правилами движения я обычно руководствовалась теми же самыми которые у нас ну как бы логично не знаю мне кажется что такое связано именно с взаимным уважением водителей друг друга того чего у нас желательно нет конечно же вот я бы взяла на правило истерично не любит хотя у нас есть такое да как бы что звуковой сигнал подается только в случае возвращения дтп у нас же люди склонны просто любой ситуации если что-то им не нравится просто если допустим бы человеку так вот психовал за рулем и этим же развлекал других водителей то я бы взяла какой-нибудь штраф на вот это найти ложные сигналы потому что это реально может какого-то неопытного водителя ввести в ступор какой-то и наоборот помочь дтп случиться я понимаю когда там реальные реальные ситуации но вот тупо когда кому-то надо быстрее тебя объехать там или чего-нибудь там еще где-то просто там ты какого-то круто вот такого крутого чувака подрезал и все он ей потом тебе обгоняет чуть ли не не бортует тебя еще и так яростно бибикает то вот это бы я пожалуй штрафовала вот такая идея что для тебя любовь мне кажется я уже опять же об этом говорила раньше но ладно еще расскажу любовь для меня это прежде всего очень высокое чувство это также эмоция которые мы испытываем любовь может быть не только какому-то конкретному человеку но также и глобально глобальная любовь ко всему миру ко всем существам вот это для меня любовь это не просто там влюбленность какая-то для меня это разные понятия влюбленность любовь либо это искренность либо это уважение это поддержка забота честно с человеком это реально уважение личности и его границ персональных вот это любовь просто какое-то собственничество, что он мой, она моя, как-то вот это я не считаю, какой-то прям любовью, когда человек что-то только требует постоянно, не уважение к себе, да, а вот только что мне тут все должны, давайте, пожалуйста, начинайте мне тут все давать, вот это просто потребительство, а не любовь. Если ваши отношения основываются на таком, то это не любовь. Если ты любишь человека, то ты будешь уважать его пространство, его личные границы, его занятия, и просто не циклиться на какой-то неважной фигне, а вот именно уважать, что это тоже человек, это живое существо, у него есть свои какие-то важные дела также, и мозгоедство, это я тоже не считаю вообще ни разу любовью, это просто какой-то эгоизм на ровном месте, там, если кто-то там пристает кому-то, да, начинают мозги выносить, вот просто ни за чего, да, и не только это девушки делают, парни тоже это делают. Очень многие парни я видела, как выносят мозги, просто сейчас такое поколение, особенно в нашей стране, в России, парней истеричек, это просто отвратительно, ты реально смотришь на это, я понимаю, по каким причинам все это случилось, в нашей стране просто была война, много мужчин погибли, пострадали семьи, и поэтому на каком-то подсознании женщины еще с тех лет привыкли мужчин так обхаживать, перед ними прыгать, и поэтому как бы избаловали всех мужчин, там, я считаю, что реально просто женщины сами эту проблему создали, посадив себе сыновей, там, мужей на шею просто, и вот то, что у нас там раньше женщины вынуждены были пахать, там, как кони из-за троих, там, на трех работах, это, я считаю, тоже дичь какая-то, превратили женщины себя в коней, а мужика реально в какую-то аморфную такую медузу, которая с бокалом пива только может на диване валяться, и что-то там еще говорит, ты че охренела там, не сделала свои обязанности, идти-то дому, а то, что она при этом еще детей выращивает, воспитывает, одной рукой борщ мешает, мешает, второе, там, окно моет, там, полы драет ногой, в общем, это наплевать абсолютно, вот, такое мне не нравится, в общем, это я не считаю любовью реально, как-то вот это поколение, вот это оно какое-то не такое, люди ценят что-то другое совершенно, мне больше по душе реально какая-то любовь такая высокая, платоническая, больше даже, когда ты реально ценишь, что имеешь, когда даже, если человек, он не с тобой, но ты все равно, если он выбирает не тебя, но ты, если его реально любишь, ты готов даже его отпустить, и тогда это уже реально похоже на настоящий любовь, вот так вот, у меня, конечно, он не понял, немножко, ну, в общем, да, что не спишь, никогда, я бываю отнесю, да, днем там, какого цвета в твоем гардеробе больше? В моем гардеробе больше серого и черного цветов, я думаю, потому что серый это такой нейтральный цвет, с которым ты всегда приходишь, и везде, как бы, ты можешь смотреться, можешь приниматься людьми адекватно, так, приятно, да, нормально, в общем, черного очень много цвета у меня, потому что я его люблю, ну, много у меня всяких футболок именно черных, мне нравится, как черный, он подчеркивает что-то, да, на теле, там, какие-то линии свои, ну, в общем, черный делать аккуратнее, ну, также у меня есть с оттенками белого, синего, такого, темно-синего, я не люблю яркий синий, а вот именно такой темно-синий, вот с этими оттенками тоже может быть какая-то комбинация, и фиолетовый тоже, на основном это спокойные оттенки фиолетового есть, где такие темные, то есть не яркие, яркая одежда у меня, и можно найти, конечно же, если у меня такие нежные, там, какие-то нежно-розовые, лавандовые оттенки, там, в кофточках, ну, в основном, если на повседневку, то я ношу такие спокойные тона, не бьющие, прям, яркостью глаз, вот, у меня для этого есть другие вещи, как всегда выделить, да, у меня есть волосы, у меня есть лицо, но мне нравится, в принципе, летом носить такое, что-то светлое, белое, которое вот, в, если брать, Россию, да, в нашей, в нашей ежегодной, ежесезонной грязи, просто, особенно когда холодно, зима, там, с песком, грязь весной, там, осенью, они не испачкают, то тогда летом можно носить сухую погоду, все так белое, такое красивое, в обычные, там, эти три сезона, другие, когда там грязь, дождь и прочая фигня, я не рискую белым, просто, не стоит думать этого, дальше, привет, привет, хороший вопрос, мне нравится, сколько тебе лет, сколько было лет, когда появилась первая любовь, в каком возрасте разбили сердце, в каком возрасте был первый поцелуй, я уже отвечала на эти вопросы, в недавнем видео, тоже ответ вопрос, вопрос-ответ, вот там это есть, посмотрите, что может заинтересовать тебя в чуазике, я думаю, меня могут заинтересовать его масломастные интересы, его взгляды на мемер, его личность, если он какой-то яркий, интересный, нескучный, выдающийся чем-то, это меня может заинтересовать, если люди занимаются своей жизнью, и не просто как-то вот живут однообразно, как большинство людей там, дом-работа, дом-работа-дом, работа-дом, вот, а когда они как-то свою жизнь разукрашивают, реально яркие цвета, когда они путешествуют, когда они учат языки, познают что-то новое, пробуют что-то новое, такое, что не часто кто-то пробует, вот такое мне интересно, когда люди ведут здоровый образ жизни, тоже мне это всегда интересуются, когда люди занимаются своим духом, не только телом, да, если люди занимаются своим телом, подкачивают его, это прямо достойное уважение, но если они еще занимаются своим духом, занимаются духовной практикой, то этот человек не точно будет интересен, но, конечно же, я не беру таких людей, у которых просто фанатичная какая-то там, вера, которая полностью чувствует головой в религии, или в тех, кто еще хуже, с такими я не общаюсь, а те, кто интересуется реальными, адекватными практиками, которые позволяют у тебя расти, духовно, там, йога, медитации, вот такое мне интересно, такие люди меня могли бы заинтересовать. Следующее, как ты будешь реагировать, если тебе скажут, что ты первая круто одеваешься, я, наверное, буду благодарна, спасибо. Стремно одеваюсь, это номер два, и мне, наверное, будет плевать, если мне скажут, что я стремно одеваюсь, потому что я не одеваюсь стремно, как бы стремно я одевалась там в школе, наверное, но в целом я, как бы, нормально одеваюсь. Если я вышла на улицу и оделась, типа, стремно, то это, скорее всего, для того, чтобы не привлекать внимание, но это не будет тоже стремно, это, скорее всего, будет просто какая-то там толстовка, штаны, какие-нибудь кроссы или кеды, и вот тогда это будет, типа, просто, ну, я, бывает, одеваюсь так, чтобы не привлекать внимание к себе, потому что я и так очень много внимания постоянно получаю. Даже если я просто вышла на улицу и пошла в магазин, то есть люди просто, они могут сойти и пялиться, даже если я без макияжа выйду, то все равно у меня яркие волосы, так как-то и идут, такая вся, ну, все не яркое, блин, яркие там какие-то атрибуты на мне есть, там, рюкзаки яркие, в общем, если одеваюсь как-то, типа, не круто, не знаю, ну, типа, стрёмно, да, то, значит, я вышла, чтобы слиться с массой, слиться с толпой, чтобы они обращали внимание на меня много, вот, потому что от этого тоже устаешь. И третье, когда незнакомый человек подойдет, и чё? И чё там не видно? К тебе знакомиться. От 90 тех людей, кто ко мне подходит знакомиться на улице, мне явно могут быть неинтересны, или вообще могут выглядеть как-то непоникак, ну, с вами не то, что они где-то фигово, а с том, что они как лисы, выглядят непонятно, то есть сейчас видишь, что человек какой-то странный перед тобой, вот. Если это реально, там, какая-то интересная компания, там, с девчонками, с ребятами, которые к чём-то конкретно заинтересованы, там, спросить, что-то меня хотят, реально такое, стоящее, там, прям, мою волну, там, чем я крашу, или, там, ну, не знаю, там, в магазине, там, где-нибудь подойтись, спросить, там, что-то видит на меня, какую-то вещичку, там, или какой-то браслет, спросить, там, ну, по теме главное, чтобы это было реально интересно, тогда я могу познакомиться с человеком, а если это просто какой-то, там, потому что, «Дружка, вот ты как раз себя можешь с вами познакомиться», вот такое не осталось. «Ха, мой, я даже не пытаться, как бы мне это неинтересно», потому что, ну, блин, точно знакомиться на улице именно вот так вот просто подходит? Ну, это, нет, может быть, есть нормальные, интеллигентные люди, но с такими, может быть, я бы пообщалась, вот, а с какими-то вот просто, там, не пойми, не такими хмурями, «Ха, как это мне?» Нет, я бы не стала с такими. Я редко знакомиться вообще на улице, ну, вообще, редко, если ты, если меня человек реально заинтересует, тогда, возможно, я бы познакомилась, я бы сказала об этом. Так что вот. Эй, дальше, «Какие продукты ты не ешь?» Почему? Я уже снимала, кстати, об этом мое видео одно, называется, как оно называется? То есть, что я ем, и почему я больше не вегетарианка, по-моему, вот это вот, у меня есть на этом канале оно. Вкратце я могу сказать то, что я не ем, всегда вот не ем, грибы, печенку, всякие такие органы, я не ем рыбу, оливки, холодец, кинзу. Вот. Вообще, о своем питании я уже снимала видео подробное такое, возможно, еще скоро выйдет одно видео, новое, немножко касающееся питания, так что смотрите то видео, которое уже записано, где-то я его вот тут либо выведу, либо оно будет ссылка в описании. Вот. Так что, да, следующий вопрос. Когда твой мизинец в последний раз отдал удар от тумбочки? Ну, это реально интересно, я все помню. Но, кстати, может быть, там пару недель назад я обо что-то шарнулась, так, я не помню. Потому что я бывает, если куда-то собираюсь, там бегом, или там внезап, там, и кто-то звонит, там, в домофон, или просто, телефон, я могу, так, дрын, дрын, подскакать, и шарнуться обо что-то удариться. Да, может быть, это где-то было, пару недель назад такое. Но именно мизинец, если это было, я не помню, ну, что-то такое было. Заправляешь одеяло в пододеяльник? Эх, самостоятельно или кого-то просишь? Ну, как бы, если я одна, я сама всегда заправляю одеяло в пододеяльник, и для меня это не является какой-то дикой пыткой. Я даже, когда жила в США, а я там работала в отеле, и мне постоянно приходилось эти пододеяльники, хотя не пододеяльники, там, не пододеяльников, нет, наволочки с подушками, и вот просто не заправляла постоянно. Так что, ну, пододеяльник, короче, не знаю, нормально, для меня не напряжно. А если со мной что-то рядом друг там, почему бы не попросить уголочки поддержать, и я запрекнула, он поддержит, вот. Ну, либо с кем-то вместе там и прям ночует, ну, бывает наоборот, там, человек запикивает одеяло, я помогаю, буду держать, короче, как по ситуации, но, главное, что меня это не напрягает, а то у многих людей есть такая тема, о, я не надеюсь заправлять пододеяльник, в одеяло. Я, кажется, я в детстве тоже ненавидела, а потом стала как-то, ну, к этому нормально. Это не такая вот большая проблема, что прям, о, ненавидеть это. Фото из пафета, любимое фото, лучшее твое селфи, твоя смешная фотка, фото с важными. Я постараюсь это вопрос скинуть тоже, и здесь продублировала, да, где-то. А ремнем доставалось. Один раз в жизни мне досталось ремнем, причем это была какая-то вообще фигня, и пришел папа, и он меня отходил ремнем тогда, и он с какого-то праздника, по-моему, пришел. В общем, да, один раз мне досталось ремнем, и причем реально это было обидно, потому что за какой-то едубаной фигни досталось вообще, как бы, вот, не знаю, когда люди реальные, какой-то дичи ерундовой, могут вот так вот, ну, я не знаю, это плохо. Чем дорожишь с один? О, вот это вот такая ерунда, часто видите, два, пойдешь кинул, три, факт, а теперь я не знаю, кто, зачем вы с цифрами разговариваете. Короче, какие-то глупые вопросы, вот на такое не хочу отвечать. Вопросы про близких. Лен, Какой знаменитости и в чем хочется брать пример? Я взяла в чем-то, конечно же, пример Савлила Вин, она меня всегда вдохновляла и вдохновляет из наших людей, с кого? Наверное, с некоторых блогеров, которые мне нравятся, стоит брать пример, они молодцы, я считаю. Ну, вот, главное, с выдающихся людей, у которых есть определенные достижения, нужно брать пример, потому что они из тех, кто для вас является эталоном, да, которые для вас являются авторитетом, кто вам нравится, на каком уровне находится, вот, с таких, я считаю, нужно брать пример, и это не важно даже, вот, именно так, по личностям разбивать, кто, 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 если я просто увидела, какого-то человека в первый раз и не понравилось, как он чего-то добился, сделал какой-то классный поступок, я такая, просто говорю, оуу, клевый, вот она на ус, что просто стоит так поступать, или стоит такому затремиться, вот, я за такой подход, как делишки, делишки, хорошо, хотя, недавно у меня, вот, как раз, были выходные, у меня какое-то было состояние такое, я, видимо, устала до этого, целыми днями монтировать видео, я сидела только, стопала, видео, 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 и, видимо, я на разумку устала, что я просто дня три какая-то такая апатичная болталась, что я просто хотела, то есть, все, что я хотела делать, это было смотреть полезные видео, читать, я ела и валялась почти вот все три дня, вот у меня какое-то такое состояние было, хотя, в принципе, сейчас уже лучше стало, немножко отдохнула, и даже я не сказала бы, что у меня какая-то именно апатия семья, довольно-таки норм, вот, но вот такой, такие периоды бывают, потому что, видимо, я всегда часто так могу себя гонять, и там, ну, не выкладывать видео, неделю, это, либо я потом ехала за Инталией, военную, не знаю, в пространстве какой-то опять все и устала, вот, потому что, ну, бывает такое, бывает моменты, расскажи, что было запоминающееся в этом месяце, октябрь, да, октябрь, что было запоминающееся, я даже не знаю, вот, какое-то все вот, ну, неинтересно, что там я сходила, к врачу, это вообще какое-то, не знаю, и что такое интересное, октябрь, когда все начался, две недели назад, я хотела пойти на концерт, и я его пропустила, потому что я сначала хотела, а потом в этот день я забыла, что это тот день, и не поспала, короче, я не успела, и опомнилась, когда уже он начался, такая, сейчас, и еще компания, как бы, не подобралась, с кем я могла бы пойти, и, во всем прочим, это нормально, я просто запомнилась, я не знаю, какая у тебя сейчас погода, сейчас у меня за окном, в принципе, хорошая погода, сегодня день вполне такой, солнечный, выгляделся почти как лето, что такое любовь, уже ответила вот вопрос, 5 твоих самых любимых, песни, песни на данный момент, 5, ну, есть такие песни, которыми остаются любимыми, неизменно, это, I'm With You, песня Аври Лавин, потом, Heart Check Box, это песня Нирваны, чё ещё там, из новых песен, мне понравилась песня, Лободы Суперзуда, потому что, относиться к себе, вот, вот, хорошо, то есть, лучше себя повыше поднять, не прям, чтобы, о, господи, космоса уже не хватает, улетела там, высоко слишком, так, чтобы, ну, как бы, самооценка была не заниженная, вот это важно, потом, бум, песня мне нравилась, как это называется, ну, не помню, короче, кого, бум, нет, ещё песня, пятая, 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 я не знаю, ну, давайте скажем, Арафштейн, Аши, Цуаша. О, набор, вот этот набор, Дальше Какого цвета твои глаза? Мои глаза темно-карие Вот такие Да, бывают, когда я Какие-то эмоции яркие испытываю Они вообще могут быть черные Вот, сейчас они Наверное, ближе к черным смотрятся И какой цвет глаз нравится больше? Мне нравится Голубой цвет глаз Вот такой, что прям чистый Какой-то серый, голубой И можно, чтобы такая была Водочка вокруг радужки А еще мне нравится Фиолетовый цвет глаз Но это не естественный цвет глаз Или это цвет какой-то болезни Ну, если он появляется, да, как бы у людей Но, если линзы Мне очень нравится фиолетовый цвет глаз Потому что люблю фиолетовый Какие плавные вещи Если я найду себе силу Или я помонтирую видео Это, я думаю, видео уже вышло Но что-то насело были Но, как бы, это видео В принципе, не так много надо монтировать будет Так, давайте И твои главные секреты О которых надоело молчать Я не знаю, у меня нет таких секретов Как всяких хэпов О которых я бы молчала Прям и не надоело Ну, допустим Мне всегда нравилась эзотерика С очень раннего детства Ну, не прям раннего, конечно С детства я любила читать Такие-всякие интересные книги И я всегда верила В какие-то волшебные вещи Это вот первая вещь Что еще? Секреты Секреты О которых надоело молчать Да Блин Я не такая секретная Прям Еще, чтобы надоело молчать Я не знаю Я начала Относительно недавно Себе Я сначала долго хотела Потом начала Начала такие На месте третьего глаза Ставить себе Либо тенями Стучку Да Либо лепить Бинди Я просто начала Так Хотеть Не знаю Почему Мне стала нравиться Эта тема Но не как Именно В Индии Сделать какую-то манеру Такую же Красную точку Мне не нравится Мне нравится Когда либо серебристая Либо фиолетовая Либо какой-то там Ну, не знаю Красивый Накречка Приклеиваешь Таким образом Я как бы Символизирую Здесь вот эти глаз Мне это так стало Будет нравиться Это вторая вещь Третья Что бы такое Еще рассказать Третье секретное Хорошо Вот я знаю Что сказать Третий секрет Это то, что Я стала Очень редко Играть на гитаре Третий секретное Ваще Сначала Мне просто Не хотелось Потому что За Сколько лет Я играла на гитаре С 13 лет Мне Она Успела Так Поднадо Есть Что я Сколько Не брала В руки Потому что Ну Нафиг Мне больше Интересен Был бас Мне больше Интересны Были Барабаны То есть Я хотела Больше Играть На них Сейчас Я снова Начала Поигрывать На гитаре Она Ну Я понимаю Что Мне будет Нужна Очень скоро В выступлениях И поэтому Технику Снова Возвращать Вот Такой Страшный Секрет Который У меня Был Мы Как бы Я думаю Это было Заметно Вот Когда Я записывала Все Видео Там С каверами Вокальные У меня Мало Где Гитара Просвечивает Потому что Мне Просто Надоело На ней Играть Реально Потому что Хотелось Какого-то Разнообразия Да Я музыкант Новые Инструменты Появляться Начали Вот Но именно Гитара Как-то Уже Надеела Я знаю Что Мои Главные Инструменты Это Мой Вокал Мой Голос Вот И Больше Мне Стратили Все Бас Гитара И Барабаны Но Я понимаю Что На гитаре Нужно Срогу Технику Поднимать Поэтому Я Сейчас Играю Больше Чем Я Раньше Не Играла Ну Вот Это Вот Такие Трые Секреты Которыми Я Хотела Поделиться И Я думаю На этом Вопросов Достаточно На сегодня У меня Там еще Не все Кончилось Вы Все Время Задаете Поэтому Там Просто Большое Количество Вы Хотите Узнать Обо Мне Побольше Это Очень Круто Задавайте Новые Вопросы Если Вам Что То Интересно Обо Мне Если Вы Интересует Какой То Сферой Такой Жизни Которой Интересует Я Пишите Сдавать Вопросы Пообщаемся По этому Поводу И Если Вам Это Видео Понравилось Ставьте Лайк Ему Подписывайтесь На Мой Канал На Второй Канал Тоже Подпишитесь Там Бывают Прикольные Видео Мои Влоги Которые Такого Больше Интернационального Уровня Или Видео Какие Такие Тоже На Глобальные Темы Так что Подписывайтесь Тоже Туда И На Мои Социальные Сети Можете Найти Все Ссылки В Описании Также Там Есть Ссылка На Наш Альбом Мой Самый Первый Альбом Который Записала Еще Оооо Во сколько лет Я Не Скажу Во сколько Я Еще Была Ооо Очень Такая Девочка Так что Слушайте Скоро Мне Раздаются Новые Песни Скоро Они Будут На Подходе У меня У меня Стоит Вот Спасибо Вам За просмотр В следующих Видео Живите Ярко Пока